В современном мире существует очень много убеждений, которые на самом деле являются иллюзиями. Тратя силы на достижение иллюзорных результатов, мы бессмысленно растрачиваем свои самые ценные дары – годы жизни и здоровья. Самая распространенная иллюзия – это то, что большие деньги сделают вас счастливее. Конечно, солидные суммы денег позволяют приобрести много престижных товаров и пользоваться продвинутыми услугами. Но любой, даже самый желаемый товар или услуга в скором времени перестанут вызывать у вас чувство удовлетворения. Вам непременно захочется чего-то еще. И чем больше различных благ вы сможете себе позволить, тем труднее вам будет достигать удовольствия. Вторая недостижимая иллюзия – обрести счастье в построении карьеры. Большинство современных систем усиления интенсивности и труда сотрудников созданы так, что чем больших успехов в работе вы будете достигать, тем больше для вас будут вводить различных показателей, обесценивающих ваш труд. Поскольку предел человеческих возможностей не безграничен, вы скоро выдохнетесь, так и не став успешнее и богаче. Проработав так несколько лет, вы осознаете напрасность потраченных усилий. Здоровья и молодости уже не вернешь, а лучшие годы безозвратно утеряны. Одна из массовых иллюзий – судить о жизни и принимать решения, основываясь на данных средств массовой информации. Следует помнить, что журналистам платят деньги не за донесение правды, а именно за ее искажение. Распространение объективной информации невыгодно ни представителям государственной власти, ни руководству деловых компаний. Поэтому на искажение наших представлений о реальной ситуации трахится немалые усилия и средства. Учитывая это, следует очень критично относиться к призывам об исполнении некоего гражданского долга. Также не стоит всецело полагаться на рекламируемое качество товаров или услуг, полностью доверять озвученным условиям предлагаемой работы. Причем, чем активнее пытаются на вас повлиять, тем большую настороженность следует проявлять. Делайте то, что выгодно вам, а не кому-то другому. Психологи и политики часто внушают нам ущербные мысли о самодостаточности, о необычайной ценности женщин, также об исключительности определенных наций или о безмерной ценности отдельной личности. Это порождает в головах людей вредоносные иллюзии. Как существо социальное, человек не может быть полностью счастлив при существенном ограничении контактов с окружающими людьми. Ценность человека в конце концов определяется его общественной значимостью. Хочет он того или не хочет, но человек не способен полностью игнорировать потребности социума, в котором живет. Как и всем животным, человеку нужна ласка, доброе слово, признание. Вы не получите этого, если сконцентрируетесь лишь на себе, поэтому хоть о ком-то кроме себя придется позаботиться. Другое дело, что не нужно подстраиваться под тех, кто на вас давит, общаться с теми, кто вас не ценит. Но общение с людьми, с которыми вам комфортно, замок вашего психического здоровья и долголетия. Еще одна несбыточная иллюзия – осчастливить много людей или хотя бы одного дорогого для вас человека. Поскольку моменты счастья неуловимы и каждым человеком воспринимаются по-разному, а ценность достигнутого быстро снижается, то сделать это совершенно невозможно. Ведь счастье не в количестве и не в качестве предметов обладания, а во внутреннем настрое человека, повлиять на который нам не дано. Каждый счастлив или несчастлив в силу своего характера, в стечении обстоятельств, а также в силу правильных или превратных представлений о жизни. Весьма иллюзорны также есть надежда на то, что настоящее счастье в личной жизни вы обретете именно с новым партнером. Конечно, первые встречи с новым человеком будут очень чувственны и насыщены, но со временем новые чувства тоже будут угасать. И чем длительнее будет период совместной жизни, тем меньше радости вы станете получать. Уже в новом человеке вы заметите много недостатков, которые раньше не замечали, и начнете посматривать на новых избранников. Новым партнерам мы также быстро присыщаемся, как и новой дорогой вещью. Таково свойство человеческой психики. Поэтому нужно беречь того партнера, с которым у вас сложились добрые отношения, который вас ценит и понимает. Так во что же верить в нашем иллюзорном мире? К чему стремиться? Главным правилом для ощущения полноты жизни должна стать умеренность. Умеренность во всем. В работе, в еде, в отдыхе, в любви и в спорте. Недостаток или избыток перечисленного нарушает наш жизненный баланс. Тратя много времени и сил на приобретение лишнего для нас, не столь уж важного, мы забываем о нормальном человеческом общении, о собственном духовном развитии, объединении с природой. Не стоит гнаться за несбыточным. Всегда берите то, до чего дотягивается ваша рука. Редактор субтитров А.Семкин